В центре внимания агрария в Славинского района сев риса. Под посевы белого золота в хозяйствах района в этом году отведено более 45 тысяч гектаров. По данным Управления сельского хозяйства на 11 мая основной сельскохозяйственной культурой занято 28 тысяч гектаров. Наши корреспонденты побывали в одном из лидирующих сельхозпредприятий нашего района агрофирме Приволье и узнали все тонкости посева и выращивания риса. Агрофирма Приволье образована 24 января 2005 года. Директору Сергею Логошину благодаря упорному труду и стараниям тружеников предприятия за несколько лет удалось сделать агрофирму преуспевающей и современной по производству и переработке сельскохозяйственных культур, выращенных на Кубанской плодородной земле, и наладить выпуск продукции торговой марки «Молочная жемчужина». В прошлом году агрофирма Приволье достигла хороших результатов. Первое место по урожайности риса в Краснодарском крае среди хозяйств, площадь земель которых составляет более 2000 гектаров. В этом году работники агрофирмы Приволье приступили к севу риса 29 апреля. Это на несколько дней позже, чем обычно из-за дождливой погоды. Общая площадь земли под посевы сельхозкультур в агрофирме – 10 тысяч гектаров. Площадь посева риса составляет более 3,5 тысяч гектаров. Сергей Василенко работает агрономом 12 лет. Свою работу он любит и считает её интересной, но и в то же время очень ответственной. «Самое главное в работе агронома – знать физиологию культуры, которую выращиваете. То есть, зная физиологию культуры, можем мы применять те или иные препараты, ту или иную подработку почвы. Это самое главное». Прежде чем приступить непосредственно к посеву риса, говорит агроном-рисовод агрофирмы Приволье Сергей Василенко, необходимо подготовить почву. Это один из самых длительных и трудоёмких процессов, от которого зависит в дальнейшем качество посева. А чтобы почва была обработана качественно, должны соблюдаться все необходимые технологии. В результате структура почвы должна получиться мелкой и зернистой. Затем обработанная почва удобряется, после чего механизаторы приступают непосредственно к посеву. «Высеваемые сорта, которые мы используем – рапан, диамант, кумир, санет. Мы их используем уже не один год. Они себя показали с лучшей стороны и по урожайности, и по качеству зерна, которые мы выращиваем». В день засевается более 300 гектаров риса. Весь семенной материал обрабатывается протравителями для качественного в дальнейшем урожая. Засеянная площадь заливается водой слоем до 10-12 сантиметров. Затем нужно ждать прорастания семян. Почва должна быть покрыта тончайшим слоем воды. В среднем всходы появляются через 5-7 дней. После наступает вегетационный период. Длится он до 130 дней. После чего рисоводы приступают к уборке урожая. Всего в период посевной на полях агрофирмы работает 32 единицы техники. Работа у механизаторов и поливальщиков начинается с 7 часов утра. В это время они уже за рулём своих агрегатов. Механизаторы агрофирмы «Приволье» Алексея Бойко к этой непростой работе тянуло с детства. Ему, признаётся труженик, было с кого брать пример. «Нравится, потому что образование давным-давно уже получил этот механизатор. И отец мой, брат мой, дед мой работали трактористами. С детства хотелось работать на тракторе». Выращивание риса – это самый настоящий труд. Прежде чем готовый продукт доходит до своего потребителя, он проходит длительные и сложные процессы, начиная от обработки почвы и до самой уборки. Рис – это не только одна из первых культур, которые человечество научилось выращивать, но и один из самых популярных продуктов на нашей планете. Каждый год в мире съедается около 700 миллионов тонн риса. А ведь мало кто задумывается, сколько за этим стоит труда и усилий. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».